Человек начинает себя понимать, и понимание человека, самоосознание, оно протекает в той зоне, по которой он и получил человеческую форму жизни. Эта зона называется «моё предназначение». Запомните, пока человек не найдёт своё предназначение, он не сможет вырваться из нищеты, потому что нищета всего лишь означает недоразвитость. И первая стадия развития человека в человеческом теле означает, что он не понимает, что ему нужно делать в этой жизни. У него нет знаний, поэтому он где-то работает, где-то там что-то делает, но он не понимает, что ему нужно, как ему нужно развиваться. Это понимание приходит через контакт с Богом. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, он становится очень развитым и начинает понимать, что ему делать. Приведу вам классический пример, который, может быть, в нашей стране встретить трудно, но это много раз встречал в Индии. В Индии есть много слоёв населения, и там есть такой слой, где люди просто в деревнях целыми днями живут и выращивают рис. Они не образованные абсолютно, и у них нет никаких шансов вырваться из этой нищеты вообще. Чтобы учиться, нужны деньги, денег у них нет. Они просто выращивают рис и выращивают рис. Но среди этих людей есть особая категория. Послушайте меня внимательно. Есть такие люди среди этих христиан, которые просто уходят жить в храм, становятся монахами. Они там в храме получают образование, они там в храме развиваются как личности. Через молитву они начинают глубже воспринимать мир, становятся наставниками. И кто-то из них остаётся в храме и становится наставником для всех, становится, выходит на самый высокий уровень жизни. Этот уровень жизни называется мудрец или отречённый человек. Понимаете, это самый высокий класс жизни. Он может всё развитие своё пройти прямо там в храме и не достигать успеха в этом мире. Но есть другая категория среди этих людей. Они развиваются в этом монастыре как личности и потом занимают высокое положение в обществе. Вы представляете, из вот этих вот земледельцев, крестьян, которые там вообще не имеют никакого образования, эти люди, я видел много раз, это на моих глазах происходит, эти люди входят в самые высокие слои общества после этого из-за своей развитости души. Таким образом, развитость души возможна только в одном случае. Чем больше человек соприкасается с Солнцем, то есть с Богом, со Светом, с чистотой, с позитивом, с возвышенностью, тем больше он понимает, что ему в жизни делать, чтобы перестать быть нищим. Вот и всё развитие. Теперь некоторые из вас подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, скажите моё предназначение. Я одному такому парню сказал, приходит на следующую лекцию ко мне, я его спрашиваю, вы что, начали это делать? Он говорит, нет, это же страшно, Олег Геннадьевич, всё бросите, начать делать то, что вы сказали. Я говорю, зачем же вы тогда меня спрашивали? Он говорит, ну как, зачем? Надо же знать своё предназначение. Я говорю, вы что, узнали после этого? Он говорит, нет, не узнал. И как можно узнать своё предназначение? Есть два способа. Первый способ труднодостижимый. Когда человек душой очень развит, у него есть старший. И старший настоящий, а не просто рисовка. Когда этот старший говорит ему правду, в этом твоё предназначение, а человек действительно способен верить старшему, он просто это делает любой ценой, несмотря ни на что, и достигает успеха в жизни. Видите, здесь две вещи должны совпадать. Старший должен быть настоящим, и младший должен быть настоящим. Это труднодостижимая вещь в наше время. И в наше время единственный практический способ поэтому развивать, понимать своё предназначение, это просто заниматься духовной практикой, развиваться как Личность. И ты сам просто узнаешь своё предназначение и ставишь развитым человеком, успешным. А где твой успех находится, ты пока не знаешь. В какой сфере жизни, как он будет выражаться, тоже непонятно. Некоторые люди становятся успешными, но у них нет много денег. Они просто радуются жизни тем, что дело любимое дело, и они полностью удовлетворены в жизни. Им и не надо много денег, им не надо там большие хоромы, просто им не надо, и всё. Поэтому у них этого и нет, у них нет желаний таких. Другие люди получают что-то, кто-то власть, кто-то славу, кто-то средства, кто-то хорошую семью. Всё, что надо, человек получает, потому что он становится развитым. Поэтому не надо думать, как вырваться из нищеты, надо думать, как развиться. И вот в этом является как раз и подвох. Когда человек думает, как вырваться из нищеты, он как раз и целыми днями и работает на этом рисовом поле. Почему они всё время на рисовом поле заработают? Они думают, сейчас чуть-чуть побольше, вырастим риса и вырвемся из нищеты. И прям всю жизнь так проходит. Надо, понятно, что надо работать. Без работы невозможно прожить, но надо время выделять какое-то от этой работы, чтобы развиваться как личность. И это время лучше всего выбирать утром. Как строить отношения с родственниками? Надо выбрать дистанцию в соответствии с тем, к какой категории родственники относятся. Первая категория — родственники в невежестве. Они всё время мучают, ничего не хотят слушать, всегда мучают и насилуют. Дистанция максимальная. Я люблю своих родственников, молюсь за них, но просто выполняю перед ними свой долг и не выясняю никаких отношений вообще. Просто живу на расстоянии и молюсь за них, чтобы они вышли из невежества. Если вы эту дистанцию не сделаете, счастья не будет в отношениях. Второй категория — родственников. Те, которые с тобой сотрудничают, они живут вместе, и ты их не сильно интересуешь, интересуют твои функции. Например, родители хотят от сына, чтобы он вырос и стал бизнесменом. Ему не интересует, кем он хочет быть, интересуют его функции. Или мужчину интересуют от женщины секс, дети, еда и всё остальное. То есть его не интересует сам человек. Это называется отношение в страсти. В этом случае отношения можно строить, но на основе взаимной выгоды. То есть, если, допустим, муж хочет от меня, чтобы я его кормила и больше ничего не хочет, значит, тогда я его кормлю с любовью, и вот в этой зоне можно менять сознание мужа. Но в другие зоны лезть не надо, если муж, допустим, не развит для того, чтобы близкие отношения строить, а ты хочешь от него этих близких отношений, здесь будет конфликт. Если ты видишь, что ему этого не надо, просто люби его там, выполняй перед ним свой долг и сотрудничай, общайся там, где он хочет. Он хочет, допустим, обсуждать футбол. Вот кто из игроков более крутой? Ну, садитесь, пообсуждайте с ним этот футбол. Это проявление вашей любви. Скажете, что мне обсуждать этот футбол? Дураки там бегают. Дело же не в футболе, а в отношениях. Или, допустим, он хочет с вами разговаривать по поводу своей фирмы. Вот почему Петька не выплатил зарплату Ваське? Ну, вам вообще по барабану это всё. Ну, вы садитесь и обсуждайте, потому что это его жизнь, и он будет вас уважать и любить за это. Это и есть бескорыстие и любовь. Что просто делать так, как человеку надо. Потому что он в страсти находится, он пока не может вас понять, он не может услышать вас, у него нет такого развития для этого. Пытайтесь это понять, что дистанцию сближать в этом случае слишком близко не получится. Нужно развитие для этого соответствующего. И третий тип, когда человек развит духовно, можно с ним строить очень близкие отношения. Междунациональные и межрелигиозные браки вполне допустимы и возможны. Ничего в этом страшного нет. Но когда люди заключают межнациональные браки и межрелигиозные, это признак тяжёлой судьбы всегда. Это значит, что судьба тяжёлый у человека, раз он такой брак заключил. Но если у меня, допустим, тяжёлое заболевание, в этом есть что-то страшное? Нет, это просто объём работает. Трудись и вылечишься. Есть три типа развития людей, которые находятся в межрелигиозных и межнациональных браках. Первый тип. Люди слабо развитые, означает фанатики. Эти люди, слабо развитые, они не могут понять, что есть другая вера. Они могут понять только, что есть одна. Поэтому все люди другой веры. Для них люди незрелые, недоразвитые, глупые, обманутые, злые. Есть разные стадии этого непонимания. И вот самое ужасное заключается в том, когда люди с недоразвитым восприятием мира начинают делать из этого серьёзные выводы, тогда получаются три стадии, которые одна вытекает из другой. Вернее, четыре. Первая стадия — наша вера или наша нация. Можно и так, и так говорить. Наша вера или наша нация лучше. Первая стадия. Нормальная. Все неразвитые люди так считают. Вторая стадия — наша нация хорошая, а другая — плохая. Или наша вера хорошая, а другая — плохая. Третья стадия — наша нация или вера. Это добро. Добро. А другая нация или вера — это зло. И четвёртая стадия какая, как вы думаете? Вешаем на себя гранаты и взрываем зло. Понятно, да? Такие результаты от такого мышления бывают. Поэтому, что мне здесь сказать? Любовь всё побеждает. Если у вас межнациональный, межрелигиозный брак, вы неразвитые люди, то в этом случае просто молитесь Богу о том, чтобы меньше было вражды и злобы, а больше было взаимопонимания и принятия. Потому что всегда разная вера, разная нация означает тяжёлая судьба. Это всегда тяжело жить вместе, когда у нас разный взгляд. Тем более, они идут из нашего самого существования, потому что нация человека — это то, что он накопил в прошлом, и он получает и культуру, и веру, естественно, рождаясь в этой среде. Понимаете, если человек рождается в другой среде, у него и другая культура и вера, это значит, что у него накопления другие были. И решить эти вопросы просто так, тем, что перетянуть канат в свою сторону невозможно, потому что человек же не просто так выбирает свою веру, у него есть целый длинный путь, много жизней, понимаете, когда человек приходит к какой-то культуре, допустим, или вере, или нации, порождение. Поэтому первое, что человек должен сделать, он должен принять то, что бывают другие веры. Ну, принять свою жизнь просто. Понятно, он не сможет понять это, как можно верить в Бога по-другому, понять до конца невозможно. Практически невозможно. Только очень высокоразвитые люди могут это сделать. Нам до этого далеко. Второе. Начать строить взаимоотношения на основе любви и сотрудничества означает. Вот жене хорошо, допустим, ходить в храм с мужем, просто на ритуалы, поддержать его, и он будет счастлив. А мужу хорошо разрешать жене, допустим, молиться, как она хочет, вот в ней трогать ее в этом плане. И следующая стадия — это гармония, дружба. Я знаю много случаев межрелигиозных, межнациональных браков, когда люди дружат, любят друг друга, принимают веру друг в друга, заботятся друг о друге и счастливы друг с другом. Поднимите руку, у кого такая ситуация. Вы приняли. Смотрите, в зале есть такие люди. Да, вам хорошо, у вас разная вера, у вас все нормально. Разная нация. Поднимите руку, держите руки, смотрите. Нужен пример положительный. А у кого плохо вот эта ситуация есть, и кому плохо сейчас. Посмотрите в зал, вы увидели, что есть примеры, кому хорошо, да? Понятно? И у нас таких примеров гораздо больше. Итак, мои дорогие друзья, на этом теоретическая часть закончена. Конечно же, я вам не рассказал всю глубину этих вопросов, но у нас именно так лекция и построена, что сейчас всю глубину мы будем разбирать по вашей судьбе. Но у меня к вам одна просьба. если ваши вопросы не входят в эти темы, не задавайте. Хорошо? Иначе у нас будет диссонанс. Вы не устали слушать, нет? Все нормально? Не скучно? Задавайте вопросы. Давайте начнем с мужчины, который был первым. Можете сидеть, обязательно. Я сейчас вам нужный микрофончик, пожалуйста. Вы, в принципе, ответили уже. Спасибо вам большое. Но вы все равно задайте вопросы. Я просто хотел спросить тогда, вот как вы включаете. Вчера. Немножко какой-то, не конфликт, а какая-то непонятная ситуация, как раздавалось, случилось с утром и с утром. Я, как вы сейчас посоветовали, не стал там выяснять и прочее, и прочее. У меня встал и ушел. Благо было туда, у меня есть другая квартира. Я поехал, переночевал, там на следующий день пришел. Не точно сложно. Мы встретились, все нормально, как бы. Вот, скажите мне, я правильно поступил или нет? Правильно. Иначе бы просто посуды меньше стало в квартире. Ну, непрактично бы вы поступили, если иначе. Не посуды бы меньше в квартире стало. Нет, я не конфликтный человек. Я нигде не курю. То есть, я нормально. Конечно, может, мы всталами, да. А мы все не конфликтные здесь. А посуды меньше становится все равно. Нет, у нас это точно нет. Ну, понятно. Поймите, что мы не сможем, если человек находится в объекте, внутри источника боли находится, то даже мудрец теряет равновесие. Даже мудрый человек теряет равновесие, не то, что обычный человек. Понимаете? Все ломаются, все без исключения. Поэтому мудрый человек выходит из зоны боли для того, чтобы сохранить себя и отношения. Вот и все. Вы мудрый человек взяли. Вышли из зоны боли. Там в другом месте надо было помолиться, просить, просить прощения. И потом прийти уже веселеньким, извиниться. Даже если вы не виноваты. Извиниться обязательно. Сказать, извини, что я вышел из себя, вел себя неправильно. прости и жить дальше. Спасибо. И еще вот хотелось спросить. Вы все время говорите молиться. А где? Кто научит это? Где это вы научите? Единственное, не знаю, может многие меня поддерживают или не поддерживают, потому что в наш храм заходишь и первое что видишь, что их скурают. Вот сейчас вы переступили черту. Вы начали совершать оскорбления. Да? Конечно. Прошу прощения. Пытайтесь понять, что если мы чего-то не понимаем в духовной культуре, то это не наше дело. Мы должны просто уважать то, что люди достигли. Потому что храмы — это гораздо лучше, чем казино. Попытайтесь понять. Согласен. Если мы будем сейчас хаять наши храмы, тогда будет больше казино, а храмов будет меньше. Любое оскорбение вас в адрес поклонения является тем, что Богу не нравится. Что касается вашей веры, это интимный вопрос, который вы должны решить сам. А что вы посоветуетесь? Может быть, какие-то книги почитаете? Да, советую почитать какие-то книги. Начать с какой-то молитвы. Знаете, мои дорогие друзья, послушайте меня сейчас внимательно. Я всю свою жизнь, я уже 22 года читаю лекции, я всю свою жизнь не лез в этот вопрос. Какие вам почитать книги, для того, чтобы приблизиться к Богу? Всю свою жизнь не лез в этот вопрос. Я никогда этого не делал, и никто меня в этом обвинить не сможет. А сейчас наступила такая ситуация, что я этого ещё и не имею права. Сейчас принят такой закон, что если я вам скажу, какие вам книги читать, меня обвинят в том, что я вас пытаюсь куда-то тянуть. Какую-то веру. И это хороший закон, мне он нравится. Это правильно. Я не понимаю, у вас какая-то направленность. И православная, да? Моя направленность сделать так, чтобы люди были счастливы. Но это хорошо. А счастье без Бога невозможно. Поэтому я людям даю нравственное образование. Это нравственное образование означает моя направленность. И я буду продолжать это делать. Спасибо. 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 Ну вот девушка, вы спросите. Добрый день. Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос к вам. Он связан с одним вопросом, который сегодня я изучал. Каким примером? Когда близкий человек тебя разлюбил. Ага, супер, отлично. Не могу сказать, что это супруг. В общем, ситуация такая. Близкий человек ушел от меня за неделю до свадьбы. Как раз таки сказав, что он меня не любит больше. И должна была быть свадьба вот у нас через неделю. Ну и слава Богу. При этом я беременна. Вот в чем вопрос. А зачем вы позволили это? Ну вот да, так получилось. Ну все. Так получилось, значит. Нет образования. Стоп. Нет образования. То так получается. То есть поймите, что когда человек не образован в том, как надо правильно себя вести с этой энергией половой, а она обладает огромной силой влияния на судьбу, тогда так получается. Ко мне вот здесь, в Москве, как сейчас помню, подошла мама, женщина, со своей дочкой, которой там 18 лет. Дочка плачет горючими слезами. А? Индия, да? Да. Дочка плачет горючими слезами. И мама говорит мне, Олег Геннадьевич, моя дочка беременна от человека, который не хочет ее брать замуж. Все. Неправильное использование энергии приведет к серьезным последствиям. Пистолет в руки ребенка давать нельзя. Могут быть трубы. Поэтому незнание о том, как действует эта энергия половая, это страшная вещь. Поэтому в Древних Писаниях говорится, сначала встречаемся, потом расписываемся, а потом постели. Потому что, знаете, сперматозоид может даже все препятствия обогнуть. Не, я вам серьезно говорю, это уже не шутка. Я встречал примеры, когда люди предохраняются и все равно происходит зачатие. Они даже таблетками предохраняются или предохраняются механическими какими-то средствами. А зачатие все равно происходит. Почему? Потому что есть такие дети, которые... Победа! То есть они преодолевают все препятствия. Так же, как есть Покрышкин, который там 80 самолетов сбил противника ни в одном глазу. Так и есть такие дети, которые могут победить любые препятствия и все равно зачатся. Вот. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 мое хорошее. Серьезно, когда сначала заявление, потом росписи, а потом зачатие. Это серьезно. А все остальное, это означает отсутствие знаний. Здесь это отсутствие знаний двумя способами работает. Первый способ, понимаете, всегда, когда мужчина кладет женщину в постель, он к ней остывает тут же. Так работает мужская и женская энергия просто и все. Женщина, когда в постель попадает к мужчине, она к нему привязывается, становится психически от него зависимой. А мужчина, когда кладет женщину в постель, он своего добился, он получил как бы свое. Зачем дальше еще мучиться с ней еще? Жить вместе? Зачем? Смысл какой? Все, уже достигнуто? Это первая причина. А вторая причина заключается в том, что когда происходит зачатие, в момент зачатия наступает кризис в отношении. Кризис. Потому что энергия женщины идет в сторону питания любви мужчины постоянно. Мужчина, как вот, допустим, машина питается или от бензина, или от аккумулятора, да? То есть она... Послушайте меня внимательно. Я для всех сейчас говорю. Вы тоже глубже пытаетесь понять эту тему. Когда наступает зачатие, то самое прекрасное, что может быть в жизни женщины, для чего она рождена, это отношение с ее ребенком попадает в ее чрево. И в это время вся сущность любви женской тут же устремляется туда, где находится ее счастье. И сразу отношение с мужем, то есть мужчине, предостаётся гораздо меньше, чем раньше. То есть он получает, ну, может, на 50% меньше энергии любви, а может и больше. Всё зависит от того, насколько сильно любимый человек попал в жизнь женщины. Представляете? И когда мужчина ещё не сформировал с женщиной свои отношения глубокие, когда он ещё не взял за неё ответственность, за её судьбу, он когда не встал щитом перед её жизнью, то гарантии, что он выдержит такой стресс, что как бы энергии любви ему остаётся теперь гораздо меньше, такой гарантии почти нет. И он впадает в такую ситуацию, в которой ему уже очень тяжело быть вместе с женщиной. Поэтому даже когда люди расписались, наше время, лучше годик хотя бы вместе пожить и потом зачинать. Ну, хотя бы, чтобы мужчина какую-то ответственность по отношению к женщине принял, чтобы он как-то почувствовал, что это его жена. Иначе вот этот феномен разрушения семьи, в момент беременности, он очень частый. Из-за того, что люди не зреют достаточно, а потом создают вот такую ситуацию. Теперь, следующий момент, да? Мы движемся дальше с вами. Вы поняли, да? Что объём работы, поняли? Да. Теперь дальше, что надо понять? Дальше надо понять, что это большая удача, что у вас сейчас есть ребёнок. Вы сейчас это сразу не поймёте, это горькая правда для вас. Ну, поймёте позже. Первое, что надо понять, это большая удача, что у вас есть ребёнок. Вы награждены Богом. Награждены. Второе, второе, что можно понять вам, это то, что этот человек никуда не делся от вас вообще. Пока никуда не делся. У вас есть возможность его вернуть. Для этого надо стать сильной в отношениях с Богом. И Бог сейчас очень сильно на вашей стороне. Он вам будет давать весь зелёный свет. Если вы начнёте молитву, духовную жизнь, работу над собой, то получите полный, духовный... Кстати, молитва — это не единственный способ победы над судьбой. Если человек не может молиться, он может просто ходить в храм, как аскезу, для того, чтобы служить Богу. Или в храме что-то делать. Он может в Священное Писание читать для служения Богу. Если человек что-то делает для Бога, это и есть то, что побеждает судьбу. Но самый эффективный способ — это беседа с Богом. Это молитва. Самый эффективный способ. Но все остальные способы никуда не делись. Они тоже существуют. Итак, возьмите то, что вы практически сейчас можете делать. Делайте что-то для Бога. Если у вас нет никакой веры, ищите её. Если вы не знаете, значит, тогда просто повторяйте, я желаю всем счастья, служите людям тогда, своим сердцем. Ну, то есть, другими словами, сейчас забудьте обо всём. Вы сейчас должны думать о Боге как можно сильнее. И когда в вашем сердце всплывает вот этот человек, который от вас ушёл, не справился с задачей, вы попытаетесь выйти на первую стадию победы над судьбой. Это принятие. Нет, прощение — это дальше. Сначала вы примите, что он просто слабый, он не смог, не справится. То есть, вы его поймите просто, поймите сначала. Это первая стадия. Вторая стадия, как только вы его поймёте, его потянет к вам. И когда его потянет, не надо этим сильно пользоваться, но и не надо это отвергать. Установите, вторая стадия называется контакт. То есть, вам надо просто с ним общаться без злобы, без печали. Вот вы сейчас, допустим, сейчас у вас неправильное сознание, вам не надо с ним общаться. Если вы сейчас будете с ним разговаривать, это его будет только раздражать. Вам надо просто сейчас выйти на вторую стадию, в которой вы сможете дарить ему энергию любви. Говорить ему, а у нас ребёночек развивается, спасибо тебе за него. Будешь ты со мной или нет, это твоё дело, а я уже счастлив. И так далее. То есть, когда вы станете действительно счастливы и довольны тем, что Бог вам подарил, вы уже будете побеждать судьбу в это время. Третья стадия заключается в том, что на этой третьей стадии дальше определится, уже вы свои экзамены сдадите в это время, вы уже будете счастливы, потому что вы всё поймёте. А он начнёт сдавать экзамены свои только в это время. И в этот момент его будет очень сильно совесть мучить и тянуть к вам. И если он в этот момент решит, я всё равно к ней не пойду, то тогда это значит, что у него демоническое мышление, демонический менталитет. И вы тогда и будьте счастливы, что вы с ним не живёте. И слава Богу, понимаете, потому что с такими же людьми очень тяжело. Не дай Бог вам жить с таким человеком. А если он просто слабый и он не справился, то ваша молитва 100% даст ему возможность справиться и вернуться назад. Теперь смотрите, если у вас даже не хватит сил его вернуть, ваша молитва будет слабой, вы не сможете справиться с собой. Но даже если вы дойдёте до стадии принятия его и успокоения себя, то знайте, что в этом случае вы станете настолько привлекательной, что у вас будет очередь. Когда женщина с маленьким ребёнком, она красивеет, если она удовлетворена своей жизнью, в своей ситуации, она становится такой интересной и привлекательной, что многие готовы её взять. И кроме того, знайте, что сейчас примерно 25-30% населения мужского просто имеют или склонность к бесплодию, или уже бесплодны, а у вас уже есть ребёнок. представляете, какой вы подарок для этого человека. Двигаемся вперёд. Девушка, вот вы, да, да, нет, не вы, да вы, вы, что вы, вы же сказали, я, я подтвердил. Не вы, сзади. Ну давайте вы, раз вы уж встали. А вот молодец, молодец. Давайте девушка сзади, она никак не может принять, что это она. Не вы, которые встали, а вот та, да. Мы продолжаем нашу тему, да? Да, мы продолжаем тему, потому что ребёнка, своего мужа, с которым мы разбились в начале года. Немножко с другой стороны. Неважно. У нас тяжёлые отношения были с самого начала. Мы были женаты, в этом году было бы 3 года весна. Последний год в жизни был адам. Но, тем не менее, он очень хотел ребёнка, потому что это была навязчивая идея для него. Когда бы прям совсем всё стало тяжело-тяжело, я ещё не знала, что беременна. Мы подали на развод. Но всё равно, что энергия действует, то есть от вас меньше энергии любви пошло, потому что она пошла в ребёнка. Ну, такой случай был, так сказать, случайно. После этого мы сразу перестали. Случайно? Смерьте? Случайно зачался, да? Нет, это не случайно, но мы уже когда жили как соседи, практически у нас энергии любви, наверное. Ну, как соседи зачали ребёнка, да? Вернила. Нет, конечно, я старалась, я знала, что я виновата, он, не сложно сказать, считал ли он что-то по поводу себя. После этого мы подали на развод. поскольку он очень мечтал о ребёнке, я ждала, то, что потом какие-то шаги навстречу предпринят, вернётся, но он в тот момент был окрылён жизнью своей, какие-то девушки другие тоже им нравились. в итоге пропал на какое-то время, где-то два с половиной месяца. После этого он начал появляться. Мне было очень тяжело в это время, но сейчас, когда появился... А ваша заслуга есть в этом? Вы его простили? Мне очень сложно сказать, сейчас мне намного легче. Сейчас я чувствую некую свободу от обид, но мне кажется, что у меня что-то осталось. А вы молились, пытались вернуть ситуацию? Что-то делали в это время? Или вы просто жили? Я пытаюсь сейчас глубину понять её судьбы. Насколько глубоко ситуация? Если ничего не делала и он вернулся, это очень лёгкая карма, её легко преодолеть. Если она делала и вернулся, это тяжелее уже. Вы знаете, если моё очень мало, но я не могу сказать, что он вернулся. Дело в том, что я не хочу, чтобы он возвращался, потому что без него мне намного лучше. То есть поэгоистичному настроенно сейчас? Нет, я не настроена эгоистичным, просто сейчас... Ну как не настроена эгоистичным, вы хотите лишить ребёнка отца сейчас? Что значит? Я стараюсь как раз думать о том, как мне правильно вести себя, чтобы не лишить ребёнка отца. Просто дело в том, что с одной стороны он говорит о том, что я хочу воспитывать, я хочу заботиться, но его поступки говорят об обратном. То есть на всё есть своя правда. Он ничего не делает для ребёнка и его поступки говорят о том, что в отличие от его слова, что ребёнок ему не нужен, он ничего не хочет делать. Вы ждёте другого человека себе, да? Я сейчас никого не жду, я... Вы сейчас об этом не рассказываете, об своём ожидании рассказываете. Ждёте человека более развитого, правда? В будущем хотелось бы надеяться. Просто мне хочется понять, как мне правильно вести себя, чтобы как сказать... Вам хочется понять... Вам хочется понять это или вы хотите, чтобы я вам дал подтверждение того, как вы понимаете? Мне хочется, чтобы вы мне подсказали, мне кажется, я не понимаю, как раз. Вы готовы услышать от меня подсказку? Думаю, да. А я сомневаюсь. Вы имеете за то, что мне нужно с ним продолжать отношения? Я пока ничего не хочу говорить, я просто сомневаюсь, что вы готовы услышать правду. Я крепкая. Скажите, пожалуйста. правду заключается в том, что не мы решаем, с кем мы будем, а Бог. В этом заключается правда. И он создает эти отношения, он тянет людей друг к другу. И когда мы верим в Бога, тогда мы понимаем, что если эта тяга происходит, то это значит, что мне показывают мой крест, который я должен взять. когда человек верит в Бога, берет свой крест, хотя и трудно. плачет, но берет. Когда человек не верит в Бога, он не хочет никакого креста, креста брать, он хочет просто жить лучше и все. Думает, что это просто. Взял, бросил и стал лучше жить. Давайте мы с другой стороны сейчас подойдем к решению вопроса. Со стороны знаний, не со стороны эмоций, а со стороны знаний. Помните такое событие, когда вы увидели необычного человека в своей жизни. Этот человек такой светлый, хороший, он просто себя ведет достаточно, то есть он добрый по своей природе. он тогда очень любил с вами общаться, то есть он общался, разговаривал с вами, как-то вел себя хорошо очень. И вы ему поверили этому человеку. Он не до конца , но есть не кого. Он доверительный такой беседе доверяет вам. Я говорю сейчас об этом человеке, который вам дал жизнь вашему ребенку. Давайте вспоминать, вспоминайте. что вам вспоминается? Почему вы решили с ним встречаться, жить? Что привело вас? Какие качества, характеры этого человека? неправы? Он действительно очень добрый человек, чистый человек, по-моему. Наши отношения с ним начинались изначально очень неправильно. Но отношения же это признак просто развития людей. Вот смотрите, допустим, если вы ждете от него больше, чем он может сейчас дать, то наступает конфликт. Если он от вас ждет больше, чем вы можете ему дать, наступает конфликт. То есть отношения означают просто отсутствие развития людей. От этого зависит отношение. Мы не должны по отношениям судить о человеке. Отношения указывают на развитие личности. Но если цветочек очень малый, лепестки еще не вышли наружу, еще он не дает благоухания, разве это не значит, что он когда-нибудь это даст? Разве это не роза, если она еще не распустилась? Почему обязательно должна сразу быть распущена? Ведь сажают цветы всегда очень маленькими и сначала они не цветут? Вам спокойнее сейчас стало? Немножко да. Давайте сейчас мы для всего зала немножко поговорим. Вот смотрите, я что сейчас сделал? Я сейчас с помощью своей внутренней силы ее вернул к позиции знания, а не с позиции разрухи. Понимаете, когда человек вспоминает что-то хорошее о другом человеке, он трезвеет в этот момент. Как допустим, вот смотрите, возьмите допустим, часто вот двенадцатый год допустим предсказывали, я точно знал, что в двенадцатом году ничего не будет. Там столько всего, там, и даже такие, помню, плакат такого фильма, люди, посмотрите, грядет катастрофа, и там показано, как там половина земли куда-то в бездну ушло, и там такие призывы, люди, катастрофа, вперёд, двенадцатый год. Знаете, как увидеть будущее? Чтобы увидеть будущее, надо сначала научиться очень сильно видеть в будущем хорошее. И если ты научился видеть хорошее где-то в будущем, то тогда ты сможешь увидеть так же и плохое, но в трезвом ключе, и тогда ты увидишь будущее. Если ты хочешь трезво посмотреть на человека, сначала со всей силы научись увидеть в нём хорошее, а плохое тогда ты тоже сможешь увидеть, но в трезвом ключе, потому что когда человек сначала видит плохое, он хорошее уже никогда не увидит. Понимаете, видение плохого затмевает сознание, и это и есть иллюзия. Когда человек находится в иллюзии, он не сможет принять правильное решение, быть ему с этим человеком или не быть, что делать, что не делать. Чтобы принять правильное решение, для этого надо увидеть сначала хорошее, а потом плохое увидится само. И тогда человек сможет принимать решение. Теперь у меня к вам вопрос. А вот этот человек добрый по своей природе, верный вам? Я уверен, потому что я вижу его эти поступки они все были из отчаяния и сотканы из отчаяния и просто желание отвлечься. Ему было очень больно в это время. У него не было желания предавать вас, поэтому он и вернулся назад. Теперь у меня вопрос. Вот смотрите, этот человек он вдруг неожиданно начал приближаться к вам. Как вы думаете, какие мотивы у него были в это время? Как я думаю, было очень удобно жить со мной в последнее время. Мы у меня жили, мой папа нам очень много помогал. Я думаю, что он был в начале года, когда мы разводили все крылья успехом, своими знакомствами, думал, что мы разведемся и все у него станет хорошо. Но видимо этого не произошло и он уже вспомнил о том, что ребенок... Но представляете, что если вы ошиблись и в мотивах, что вас в будущем ждет? Бог ведь не будет к вам равнодушен. Он вам сделает Кузькину маму просто и все. Знаете, что такое Кузькина мама? В Лиге они меня переспрашивали, одна женщина подошла, как Олег Геннадьевич я в словаре не нашла. Что такое Кузькина мама? Объясните, пожалуйста. Вы знаете, что такое Кузькина мама? Моя хорошая, вы не полностью поняли его мотивы. Он реально имеет ответственность по отношению к вам. То, что вы сказали, это тоже есть. У него есть незрелость определенная, но он даже сейчас хочет вернуться, сохранить семью вернуть. Он хочет, у него есть такое желание. Он отрезвел, он страдал вместе с вами, у него появилось отчаяние, так же, как у вас. Это страдание привело к тому, что он убежал, сейчас он очухался, отрезвел и хочет вернуться. Мужчины развиваются, со временем становятся развитыми, сильными, а женщина все имеет с самого начала. Вот допустим, у вас есть определенный статус в обществе, вы им гордитесь. Этот статус вы получили через своего отца и так далее, но он может так же в будущем не может, а точно он будет очень развитым и получит такой же статус, но уже не с вами. За все время наших отношений я просто хочу сказать по поводу того, что мужчины растут как-то работают над собой именно он все наши отношения говорил, что это я виноват и я сначала недостаточно такая, потом недостаточно такая, потом еще что делал, вообще женщина вы воспитывали его в это время или терпели? Наверное, я очень много позволяла терпела. Это значит, энергия любви в какую сторону шла, текла? Ну нет, к вам конечно вы позволяли он наглел да конечно так всегда и бывает вы что не услышали это от меня? Если человек вас оскорбляет а вы терпите это значит что энергия любви течет именно к вам или зачем вам терпеть это все а кто наглел из вас вы или он текла наверное но 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 я с вами очень весело спасибо так и так вы наглели оба да получается он наглел больше это значит энергия любви текла к вам от него так вы сейчас не чувствует потому что вы это уже забыли да человек сильно обижен он все забывает у него нет памяти о любви в этот момент мы говорили об этом теперь энергия любви поменяла ход и она течет от вас к нему поэтому вы сейчас наглеете а он обижен и как бы унижается приходит к вам а вы говорите вон отсюда я уже все для тебя сделал а еще не потекла так сильно да она только разворачивается послушайте меня внимательно итак ваш путь такой вы вы должны сейчас молиться чтобы простить этого человека полностью простить когда вы его простите то вы сможете дальше начать его воспитывать вы должны по-доброму рассказывать как правильно себя вести и посмотреть на его поведение в этом случае если если вы не простите и будете этим путем сейчас рядом с вами стоит женщина с косой выбрали этот путь косить косить конечно конечно вы выбрали путь косить то есть вы хотите его скосить сейчас да моя хорошая да послушайте меня внимательно мы же решили с вами что вы будете теперь меня слушать я не был уверен что вы сможете сказали я крепкая тогда слушайте если вы крепкая или не крепкая все таки теперь уже меньше уверена все смогу я клятву не надо спасибо вам большое спасибо я вам очень благодарен итак вот смотрите вот этот путь косить он сам по себе всегда разрушительный так события не лишаются ваше понимание правильно этот человек незрелый он не готов быть вашим мужем сейчас но это ничего еще не значит потому что он может быть готовым вы не знаете что мужчины развиваются они по своей природе склонны развиваться но человеку надо дать выбор понимаете вы сейчас выбора не даете вы сейчас просто хотите рубануть и это не способ жить вообще нигде и никогда нужно сейчас сначала в молитве простить этого человека а дальше начать по-доброму воспитывать по-доброму воспитывать означает что вы не говорите ни да ни нет и сами тоже не знаете да или нет вы этого не знаете просто вы просто сейчас даете ему возможность этот выбор сделать вы просто ему объясняете как правильно и он должен просто с помощью доброты вашей почувствовать что он готов вас слушать и принимать и когда вы действительно убедитесь в том что он этого готов а вы все это время молитесь и пытаетесь как бы сделать отношения добрыми просто добрыми не то что вы собираетесь с этим человеком жить нет просто хотите сделать добрыми отношения и ни на кого больше не смотрите все это время сначала вы делаете с этим отношения человека с этим человеком добрые отношения потом постепенно в этих добрых отношениях вы пытаетесь призвать его к совести объяснить даже если мы расстались не надо изменять это нехорошо нужно все равно честное отношение строить если вы увидите в нем раскаяние понимание правильной вещей если вы увидите через добрые не через вашу вот это сейчас то что вы его колите а через вашу доброту через правильное понимание вещей вы увидите что он возвращается назад с помощью своего разума он пытается правильно себя вести тогда надо будет его принять решить принять в этот момент если же увидите что он ничего не меняется вы по-доброму себя ведете и он как бы ведет себя неправильно вы должны ему сказать тогда в этом случае пойми я готова с тобой жить но ты для этого должен научиться вести себя вот так принимать то что тебе говорят развиваться как личность дать ему последний шанс если он шанс свой последний не выполняет вы говорите ему дальше я все равно готова с тобой жить и жду тебя еще полгода это означает что я хочу чтобы ты через полгода научился слушать тому что тебе говорят но вы это должны все делать уже с добрым сердцем и если он вы его ждете полгода а он полгода не меняется тогда вы можете спокойно принять решение как вам дальше жить потому что с глупцом жить невозможно но сейчас мое мнение отличается от вашего мое мнение такое этот человек не развился как личность чтобы жениться вы по глупости своей женились с ним несмотря на это хотя вы четко видели что он как личность неразвитая это ваша вина ваша проблема только неразвитая женщина может такой поступок совершить таким образом вы получили себя себе в мужья неразвитого мужчину знаете что эта ситуация касается многих в жизни многие люди неразвитые в этом мире большинство мужчин до 30 лет как дети понимаете это касается просто нашего развития нравственного именно поэтому я этим и занимаюсь что это большая проблема в обществе мое мнение об этом человеке отличается от вашего я считаю что этот человек ничем не уступает в качеством вам по качеству ничем не уступает он также может развиться хорошо со временем и стать серьезным мужчиной он может стать для вас хорошим мужем этот человек вы так как не знаете жизни этого сейчас не понимаете потому что вы не знаете природу мужчин они могут вести себя глупо а потом все поменяется поднимите руку женщины которые в этом убедились пожалуйста он смотрите ползала поднял вам друг вы не знаете как устроены мужчины женщины не меняются вот они какие есть такие есть а мужчины меняются они могут динамично развиваться в своем характере дайте им условия сначала надо простить а потом ему объяснять так как он тянется к вам сейчас мое мнение такое что он будет и продолжать тянуться к вам он ваши отношения не разрушены бог хочет чтобы вы жили вместе и если вы пойдете этим путем вы увидите как он меняется в лучшую сторону и как он станет хорошим человеком и как потом вы будете благодарны мне за то что я вас в эту сторону направил если же вы выявите путь косы я вам не хочу объяснять что будет дальше с вашей судьбой потому что вы меня после этого начнете проклинать и говорить что Олег Геннадьевич меня сглазил я вам сказал все теперь садитесь и думайте так как у нас девушка уже вставала да будем надеяться что у нас будет хорошо две девушки вставали хорошо сначала вы да здравствуйте я хочу спросить про тяжелый перед жизни у меня мама полтора года она болела и не она не я хотела спросить как может справиться с этой доткой и хотелось бы сказать она все таки ушла никуда не ушла она рядом с вами она ждет от вас действий вы должны ей помочь что сделать все действия которые человек может сделать лежит только в зоне сердца все остальные действия бесполезны вы должны думать о Боге сейчас и все что вы чистого и светого поняли о Боге отдавать просто в своей памяти ей говорить просто в своем сердце это для тебя делайте продолжайте потому что еще недостаточно то что вы называете тоской это всего лишь объем работы вашего сердца который вы должны сейчас сделать потому что вы сдаете свой экзамен перед Богом этот экзамен будет сдавать каждый человек первое что вы поймете после сдачи этого экзамена что ваше сердце успокоилось и вам стало легче второе что вы поймете после сдачи этого экзамена то что никуда она не умерла вы почувствуете контакт с этим человеком почувствуете его судьбу дальнейшую третье что вы поймете после сдачи этого экзамена что у вас есть сила таким образом также помогать и другим людям и вы станете после сдачи этого экзамена мудрым человеком но если вы будете плакать продолжать и думать что вам не повезло что мама ушла из жизни и что это очень плохо и вы будете вот так жить в этом страдании то никакие экзамены вы не сдадите в этом случае и сами станете больной и несчастной. Какой путь вы выбираете? Ну я в принципе как бы я принимаю эту ситуацию Вы еще не приняли Вы только принимаете Ну раз вам так решили, значит так надо Просто я хотела, мне было бы легче знать если у нее там все вот пришло У нее будет все хорошо когда вы почувствуете в сердце спокойствие Сейчас у нее не все хорошо и она ждет от вас этой помощи Хорошо, спасибо большое Можно когда-то еще один вопрос Вы говорили Ведь ей легче стало, знаете почему? Потому что она получила знания Когда человек получает знания ему становится легче, даже если он еще не сделал потому что он получил путь Когда человек получает путь он уже почти победил Ему осталось только его пройти Когда пути не видно, тогда счастья нет Спасибо И быстренький вопрос Вы говорили, если тяжелое отношение с родственником надо отдаляться Не отдаляться, а держать дистанцию Отдаляться не надо Потому что держать дистанцию не означает отдаляться Это означает любить на расстоянии А если не дает это расстояние держать Он не скажет А вы должны проявлять выносливость и смелость Вы должны все равно учиться держать дистанцию Даже если близкий человек не дает Он же держится клещами за вас Он хочет от вас счастья А вы его отодвигаете Чуть-чуть Для того, чтобы у вас отношения были правильными Это обязанность женщины Так себя вести с мужем Нет, у меня это бабушка И с бабушкой тоже И со всеми остальными родственниками Чуть-чуть дистанция Любовь на расстоянии И отношения должны стать трезвыми Когда они становятся трезвыми и правильными Тогда можно пытаться чуть ближе Сближаться и смотреть Если они опять начинают нагреть Чуть-чуть опять на расстоянии И так выбрать ту дистанцию Где отношения будут спокойными и трезвыми Это и есть любовь, так жить А мучить друг друга это не любовь Благодарю Давайте вот еще одна девушка встала Все остальные так больше не делают Да Да Вы говорили про совместимость и несовместимость То есть определяется То, что один из партнеров любит, другой нет Вот я заметила такую тенденцию В жизни у меня очень часто так именно складывается То есть чем это связано и за какого можно избежать? Спасибо, хороший вопрос, супер Мы сейчас уже в общем-то говорим про одиночество Это тема одиночества Она отдельно разбирается, это серьезная тема Но мы ее сейчас немножко обсудим Знаете, что такое одиночество? Это когда человек принимает только один вариант жизни А ему положен только другой вариант Смотрите То есть обычно хочется, чтобы я любил Ну то есть хочется полюбить человека и быть с ним вместе С любимым человеком, так? А по судьбе это не положено По судьбе положено наоборот Чтобы тебе может встретиться только тот человек Который тебя сильно любит Но когда человек тебя сильно любит А ты его совсем не любишь Это никакого восторга не вызывает Даже если этот человек очень хороший Согласитесь со мной Согласны? Согласны? Теперь смотрите Если тебе человек сильно любит И ты начинаешь просто ему служить тем Что если он хороший человек Развитый, правильно идет в жизни Но тебе по судьбе не положено его полюбить Пока Мудрый человек делает следующее Из двух вариантов Или я сильно люблю кого-то И неизвестно, он меня возьмет или нет Потому что он меня не любит Этот вариант не вариант Есть только один вариант остается Меня сильно любит А я не люблю Вы выбираете этот вариант Начинаете служить этому человеку, заботиться Но при этом у вас никаких чувств к нему нет У меня сейчас в жизни такая ситуация складывается Одна моя родственница У нее очень тяжелая семейная карма И она встретила человека С которым именно вот этот вариант И так как она меня уважает Она сказала Как ты скажешь, так я буду делать Я сказал ей Мы проанализировали Видит человек хороший Очень хороший человек Любви нет к нему А у него есть Я сказал Все Нужно выходить замуж За этого человека Она несколько раз подергалась Нет, говорю Надо выходить замуж За этого человека И потом она успокоилась И дальше событие будет разворачиваться Следующим образом Если вы начнете ему служить В служении этому человеку Вы увидите хорошие качества характера его Кого мы служим, того мы и любим Когда мать служит ребенку Она видит чистоту в нем Как только вы начнете служить этому человеку Вы начнете Капельки любви Начнут прорываться В вашу жизнь И вы постепенно станете Очень гармоничной семьей С этим человеком Понимаете? А человек должен быть хотя бы приятен? То есть должно быть Нет А как жить с человеком, который тебе нет? Нет, не должен быть приятен Как раз у женщины всегда Так и случается Что или человек приятен И тогда с ним можно жить Или он неприятен И именно об этом я сейчас и говорю Потому что здесь не бывает середины Или он приятен, или неприятен Это если он приятен, тогда все понятно Это значит я его люблю Любовь идет от него А если он неприятен, тогда значит Любовь идет от вас Надо сначала выйти замуж за этого человека Микрофончик ближе, моя хорошая Ближе Вы хотите остаться одной Или выйти замуж? Но в этой создании семьи есть Я вам сказал тайну вашей судьбы Еще один очень? Нет Нет Вопрос только один у нас сегодня Вы даже этот не переварите Вот смотрите Человек хороший Вот общайтесь для этого Человек вас полюбил Ваша цель понять Хороший человек или нет Замечательно Молодец Вы мудрый человек Замечательно Но при этом у вас будет отвращение к нему Не знаю Я знаю Послушайте меня внимательно еще раз Есть люди, которым суждено быть одинокими Причина одиночества сейчас вам будет объяснена Слушайте внимательно Энергия любви или влюбленности Это энергия Бога И когда человек по своей судьбе Не имеет к этой энергии Достаточно уважения То он очень сильно хочет Чтоб она у него была Настолько сильно хочет Что он просто вытаскивает эту энергию Из сердца другого человека Понимаете? Это происходит все подсознательно И мы эти вещи не контролируем То есть есть люди, которые уважают энергию влюбленности И в принципе у них всегда Более-менее гармоничные отношения создаются Потому что они эту энергию не тащат ни из кого Но есть люди, которые настолько сильно хотят этой влюбленности Что когда они видят человека С которым может быть гармония То в этом случае Они, вытягивая из него эту энергию влюбленности Вызывают к себе неприязнь И в результате Возможность создать семьи Обрывается Понимаете? То есть человек чувствует насилие к себе Но надо знать Что такая же точная ситуация Будет из противоположной Варианте То есть точно так же и человек Который вас полюбит Он будет относиться к вам точно так же Он просто будет вытягивать Из вашего сердца эту энергию любви И вызывать к себе неприязнь Услышьте меня сейчас Это ваш вариант Потому что вы точно такая же Пожалуйста, услышьте меня Иначе вы останетесь одна Раз вы встали Значит уже Бог вас предупреждает Дальше не надо Больше никаких размышлений Я чувствую рядом с вами человек Это правда? Нет, сейчас нет Но он был же Он ушел Тот, кого я любил, ушел Бестолковая Я говорю сейчас не о том, Которого вы любили Нет, я не чувствовала Очень скоро вы встретите Такого человека Да? Я вам все рассказал, что делать Спасибо вам Нет, нельзя Это уже от жадности второй От важности первой От жадности второй Молодой человек Вот передо мной Да? Вы по теме? Да Давайте Мужчина, если вопрос задает Это значит, это серьезно очень Всем добрый вечер Ситуация следующая Мы с женой ждем второго ребенка И здесь у меня вопрос семьи И параллельно работа складывается Дело в том, что Поднимая мою прошлую жизнь Так получается, что В нашей семье Решающее слово имела мать То есть все важные вопросы решала она Что касается моей семьи То мне тяжело сейчас Перебороть ситуацию В общем, опыта Общения как такового Ну, не опыта общения А примера как такового нет Ну, такого, чтобы И все Сейчас складывается такая ситуация, что Я могу объяснить, какая ситуация складывается? Сейчас складывается такая ситуация, что Вы должны стать мужчиной Дело в том, что содержать семью у меня получается Я сейчас не об этом говорю Вопрос, где взять силы? Оттуда Ну, есть два варианта Или сверху, или изнутри Человек может Бога увидеть Или сверху, или изнутри Вы какой вариант выбираете? Который поле приемлема Ну, тогда вы идите в храм и молитесь Если вы почувствуете Бога в своем сердце Значит, изнутри А если на алтаре Значит, сверху Но сами вы не сможете стать ответственными Вам нужна помощь Вам нужна сила свыше Принятие решения означает Взять на себя тяжесть в жизни Запомните, садитесь Я вам сейчас кое-что расскажу Мои дорогие друзья В этом мире есть женщины и мужчины Женщины рождаются женщинами для того, чтобы быть счастливыми Женское тело предназначено для счастья Поэтому женщина никогда не должна принимать решение Потому что принятие решения Означает груз судьбы, а не счастья Как может человек, который имеет груз судьбы Быть счастливым? А женщина должна быть счастливой Поэтому женщина ни при каких обстоятельствах Рядом с мужем Не должна принимать решение Она должна быть счастливой И тогда она даст возможность мужчине принимать решение. Потому что мужское рождение предназначено для того, чтобы взять на себя эту аскезу, тянуть груз судьбы. Когда мужчина не тянет груз судьбы, женщина приходится за неё тянуть, и она тогда стискивает зубы, становится некрасивой, у неё нарушаются гормональные функции. И она становится ворочливой тогда. Но если мужчина берёт на себя аскезу, кряхтит, мучается, приняв решение, тогда он становится здоровым, сильным и счастливым. Сейчас пришло время вам понять, в какое тело вы попали. Это касается каждого человека. Когда-то он должен это понять. Если женщина тянет на себе груз своей судьбы, много работает, сама себе зарабатывает деньги, как она может выйти замуж? Замуж выходят только женщины, которые хотят быть счастливыми, а не сильными. А это в противоположной течении льки. Женщина, которая хочет быть счастливой, она расслабляется в жизни. Она перестаёт так много уделять внимания самодостаточности, самообеспечению. Она просто красится, улыбается и любит всех. Но при этом она как-то выживает, что-то делает, не сильно в это вкладываясь. И тогда она становится успешной. А мужчина становится успешным, когда он берёт на себя тяжесть жизни, трудится, страдает, мучается и терпит всё, что ему преподносит его любимая. Смешок пошёл такой по залу. Вы услышали ответ на ваш вопрос? Или вы ещё хотите уточнить? Сейчас пришло время вам взять ношу, потому что когда происходит зачатие, обостряется сильно судьба. Она обязательно обостряется в том, чтобы мужчина не чувствовал любви к себе. Иногда она обостряется в сторону увеличения проблем в жизни. Эти проблемы надо решать мужчине в этот момент. Таким образом, всегда, когда зачатие происходит, новый виток судьбы происходит, и у человека наступает кризис. У него возникают какие-то трудности, которые надо решить. Так всегда судьба закаляет человека для того, чтобы он стал более серьёзным, ответственным перед тем, как родится новый ребёнок. Дело в том, что закалять-то можно, но на работе ещё повысили. Дело в том, что у меня до этого были должности, я управлял людьми, но не таких количеств. А сейчас ещё и повысили должность. Она мне предлагалась лет пять назад. Микрофончик дайте назад, верните. Видите, его повысили в должности сейчас. И? Вас повысили в должности. Лет пять назад мне предлагали эту должность. Ребёнка же тогда ещё не было. Ребёнка тогда не было. Сейчас и ребёнок, и соответственно... Ну вот, и поэтому и должность, что ребёнок появился. Понятно. Я как раз об этом сейчас и говорил вам. Теперь вы поняли, да? Что будут мучить дальше. Мужчину всегда мучают. И чем больше мучают, тем крепче он становится. Надо это принять просто. Принять в жизни мужчине. И женщине так нравится, когда мужчина принимает. Она такая счастливая. У меня мужчина принял, что его мучают. Он такой хороший. Я так ему рада. В принципе, получается такая ситуация, что, ну, знаете, вот, раньше игра была в электроник. Волк-яйца ловил. Так. Включаются эти проблемы. Они катятся-катятся, и... Уже не... Серьезно, у меня тут... Я тут поднимаю. Бэм, бэм. Бэм, бэм. Бэм, бэм. Бэм, бэм. И... Рамы дёши, молвишься, но... Спокойствие наступает на очередной день и очередной экзамен. Спасибо вам большое за то, что вы это всё говорите. Это всё для всех мужчин. Запомните вот то, что он сейчас говорит. Видите, слышали, мужчины? Это касается всех нас. Нас судьба и дальше будет мучить так же. Они будут катиться так сильно, что поднять их просто невозможно. Это правильно. Это и есть жизнь мужчины. А женщины довольны, а они всё молодцы. Преимущество женского рождения такое. Она счастлива, когда мужчина кряхтит. Когда он перестаёт кряхтеть, она страдает. Думает, что же он не кряхтит, гад? Это же мне придётся кряхтеть теперь. Кряхтеть кто-то должен в семье. И кряхтеть должен мужчина. А женщина тогда будет красивой и счастливой рядом. Помните песню вот эту, которую Аида пела? «Будь со мною ласковым, будь со мною нежным». Помните, нет? Не помните, сейчас напомню. Айда пела.